здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня уже понравившиеся вам рубрики встречи с интересными людьми я встречаюсь по skype конференции с романом кравцовым сейчас скоро я передам ему слово вы узнаете кто это такой но вначале скажу что вот под моими последними видео с артёмом с кристиной еще выйдут сейчас такие интересные видео мне многие люди стали описать о своих успехах о своих излечениях болезней наборе там мышечной массы на веганстве и сыроедение на фрукторианстве вопреки тому что говорят врачи и тогда люди решили поделиться своими жизненными очень интересными историями и вот сегодня у нас история романа здравствуйте роман здравствуйте юрий андреевич и зрители да расскажите пожалуйста в начале а потом я вам вопросы уже буду задавать как всегда расскажите о себе кто вы чем занимаетесь почему вы решили перейти на веганство возможно сыроедение что вас подвигло ну и я так понимаю вы еще занимаетесь спортом физической активной работой поэтому вот об этом тоже да 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 юрий андреевич действительно очень здорово что вы решили начать эту рубрику она очень уместно наше время тогда разделю два рассказа о себе это вначале о моей деятельности и потом уже о моем отношении к питанию по роду деятельности точнее начну с того что мне 45 лет если конечно убрать эту косматую бороду то лет 15 точно будет долой потому что люди при встрече на съемках это однозначно говорят что я думал тебе меньше по роду деятельности я с 98 года фитнес-тренер соответственно и во время этой практики моя фитнес деятельности и до нее и сейчас после нее у меня были и другие виды деятельности поэтому я сталкивался с разными профессиями и так далее поэтому не только этим занимался и занимаюсь сегодня на сегодняшний день я плюс к фитнес деятельности актер модель и веган-блогер и спикер веган-экофестивали поэтому стараюсь сочетать в своей жизни как этичную деятельность так и ее монетизацию и то что мне давно хотелось например реализация в кино по питанию ну так я думаю что большую часть жизни можно описать как у обычного человека до сих пор помню как я своем родном ростове я именно оттуда сейчас живу нахожусь москве а так я из ростова-на-дону и хоть у меня отец военный но помотались мы по разным частям советского союза потому что я как и вы также рожден в советском союзе и в разных республиках жил беларусь латвия вот в латвии родился потом беларусь и потом дальний восток сахалин и только после этого ростов-на-дону и вот в ростове-на-дону последние ну наверное 10 лет я до переезда в москву находился 2003 я в москве и в ростове-на-дону уже окончание школы было и после школы уже началась совместно с диким капитализмом моя мое определение чем же я хочу заниматься я впервые наверно в качалку спустился в девяносто третьем году и прямо растворился в этой атмосфере поэтому обожаю работу с железом я не йог как многие могут меня на на съемках определяют бывает и снимаюсь в роли йога но больше все-таки мне интересна работа с железом то есть работа над совершенствованием своей фигуры в какие-то моменты периода жизни я подходил наиболее близко к этому дважды за мою жизнь я находился в весе восемьдесят восемь тире восемьдесят девять килограмм понятное дело что на мясоедение и как ни странно на вегетарианстве и до 35 лет я находился на обычном питании то есть и алкоголь был и к сожалению увы конечно и вредная еда типа чипсов там овсянка быстро заваривания ну и так далее можно много чего перечислять не стану этого делать потому что надеюсь большая аудитория это осознанные люди которые понимают что такое супермаркетная мертвая пища и даже тогда у меня летали мысли вот будучи подростком как сейчас помню стою на мосту в азове и держу сникерс и банку пепсиколы и произношу всегда мечтал так питаться почему потому что реклама потому что кино создали вот такой образ но не то чтобы супергерой а вот чем нужно питаться счастью в 2011 году произошел прорыв в моем сознании я перешел в один день отказался от мяса рыбал алкоголя потому что как лекции жданова помогли мне перейти на трезвый образ жизни так и без мясной образ жизни а тут два момента помогли в этом это то что аж четыре года пробивался сквозь стену моего непринятия мой двоюродный брат снабжал разной информацией разными статейками может быть кто не кто-то помнит из зрителей про такого изюма вконтакте он был очень среди сыроедов популярен тогда ведь очень мало было информации книг в том числе то есть качественной информации качественных видеороликов youtube не столь был популярен в ну во всяком случае в россии поэтому в основном статейки были и они на меня не производили тогда должного впечатления но с одной стороны информация от моего двоюродного брата потихоньку меня подталкивала а с другой стороны книга а точнее даже очень короткая фраза оттуда книга роберта шарма монах который продал свой красный феррари фраза которая вряд ли повлияет на умы других если вы хотите искрящейся жизни у вас должно быть живое питание это до меня дошло то есть однозначно это не убитая кем-то ножом пистолетом охотничьим ружьем и так далее то есть то что не покидала жизнь и я оглянулся на свое на свой месяц на неделю чем я питался и понял что то я уже курицу как неделю не ем все значит стоит попробовать почему вот моему двоюродному брату сложно было достучаться ну потому что я фитнес тренер я вот очень много лет находился фитнес индустрии и у нас у закоренелых качков хотя я себя к качкам не принять не причисляю я больше фитнесист и по телосложению я не бодибилдер потому что мои 75 сегодняшний килограмм это явно не бодибилдерские но тем не менее вот эта идея что только лишь животный белок в огромном размере в сумасшедших дозировках необходим для наращивания мышечной массы она не покидала мою голову и поэтому очень сложно было пробиться хотя я изучал питание мне были интересны в том числе книги галины шаталовой еще от родителей я познакомился с ней с полем брегом но тем не менее не хватало качественной научной поддержки как можно на растительной пище по-прежнему хорошо набирать мышечную массу поэтому вот оглянулся на неделю и первое что я понял я живу без курицы значит возможно и дальше второе мне нужен был пример фитнесиста хотя бы не то чтобы бодибилдеры я них не видел мира но не было инстаграма тогда и поэтому не было таких качественных примеров как сегодня есть и к счастью мой двоюродный брат слава он прислал мне на тот момент 11-летнего фрукторианца джерико санфайра и я увидел парень отлично выглядит вот как раз фитнес тело которое мне нравится без излишней мышечной массы но она явно функционально и она кайфово выглядит все мне этого примера уже было достаточно чтобы понять я могу про попробовать и вот с 2011 первые несколько лет я хана находился на овал акта вегетарианстве потому что полностью я не смог еще тогда пустить мысль о большом количестве белка 2014 году я отказываюсь от яиц потому что попадается очень хорошая статья о сыроедении я принимаю решение переходить на сыроедение плюс к этому моменту я уже находил определенные ролики типа вилки против скальпелей планета еда ну и так далее то есть мое мировоззрение в отношении еды очень сильно расширялась и вот на этом моменте я хочу по очень очень посоветую нашим зрителям как минимум из трех источников вбирать информацию потому что вам нужен фундамент для принятия решения я снова смотрите вы были так сказать в плену своих иллюзий предубежденности как фитнес тренер как человек который занимает спортом и верит в то что говорят ему тренеры и врач и потому что мясо необходимо животный белок без него мышцы не нарастите и так далее все что мы знаем они скажут и сейчас до сих пор говорят большинство из них ну вот вы в одиннадцатом перешли на вегетарианство в четырнадцатом на сыроедение и вот с четырнадцатого года вот уже сколько прошло практически восемь лет вы сейчас все эти годы восемь лет на сыроедение она давайте сразу буду говорить правду честно открыто но не стопроцентно так а что вы едите помимо живой сырой пищи ну вот в четырнадцатом году у меня еще был такой год очень своеобразные я бы это назвал лакто сыроедение потому что в тот год я еще творог сыр употреблял да но надо было набирать мышечную массу и кстати вот в этот период в принципе вот этого сочетания лакто сыроедение у меня был самый максимальный мой вес до восьмидесяти девяти килограмм я доходил я вам прислал фотографии юрий андреевич там где косматы с хорошей такой бородой и шапкой волос вот этой был восемьдесят девять килограмм в пятнадцатом году я уже молочные продукты стал убирать и в конце шестнадцатого ко мне стала приходить информация про фруторианство и книга очень сильно повлияла дуглас грэм диета восемь из десять десять и вот в конце шестнадцатого и в самом начале семнадцатого я принял твердое решение переходить на фруторианство поэтому если не говорить об отхождении иногда на какую-то варенку в основном в моем рационе это фрукты ягоды зелень и немного семян и вот давайте здесь на этом моменте поясним если большинство знают о вегетарианстве веганстве среди то мало кто понимает отличие фруторианство и как у артема фруктоедение во первых стиле питания они начинаются к сожалению забыл где убирается мясо на один день в неделю или несколько дней то есть сокращается следующий тип питания это пескитарианство когда рыба остается и молочка возможно а все остальное в виде мяса убирается затем вегетарианство оно существует ово если с яйцами и лакто с молочкой вот оно у меня было первые несколько лет с 2011 потом веганство но это больше образ жизни этичный образ жизни от которого я и придерживаюсь по-прежнему и для меня это основа моего моей жизни фундамента моей философии я не употребляю никаких животных продуктов с 15 года и не посещаю цирки зоопарки не ношу кожу мех наблюдаю чтобы мои крема шампуни не тестировались на животных не содержали ну и так далее я думаю вы все поняли этичность сыроедение это когда все 11 категории растительных продуктов фрукты ягоды овощи зелень крупы корнеплоды семена орехи бобовые водоросли не подвергаются термической обработки но могут ферментироваться может быть солиться перемешиваться в блендере в общем не повышая при этом выше 43 градусов эту пищу и затем фрукторианство когда отсекаются большинство из этих групп группы например и очень рекомендую обратиться к опыту именно дугласа грэма когда я читал эту книгу в шестнадцатом году он тогда уже был 35-летним фрукторианством и это мне понравилось что у него все прекрасно он проходит футбольное поле на руках это функциональность для меня как фитнес-тренера это сверх функциональность ни один качок не способен это сделать дуглас грэм очень хорошо вот в этой формуле диета 8 10 10 он поясняет что полностью отказываться от зелени например не стоит потому что мягкая листовая и крестоцветные нам необходимо то есть можно сказать что на веганство потом сыроедение фрукторианство вы перешли не по причинам болезней своих каких-то а поэтическим соображениям потому что хотели попробовать проверить на практике то что вы узнали в теории что на сыроидне можно достичь больших успехов в плане выносливости каких-то других показателей спортивных скажем какая была мотивация если говорить про эти этапы 2011 первая мотивация это не участвовать убийство животных у меня было все хорошо со здоровьем ну единственно кожа меня качество кожи не удовлетворял атаку а да конечно же неправильно я ответил я не думал что мне питание поможет убрать например мои частые простуды они в первые годы не ушли даже как и не уку не улучшилось качество кожи потому что все-таки молочка она очень сильно влияет на состояние кожи поэтому первый момент это этичность затем 2014 году когда я вот прочитал эту шикарную статью про средний я понял что живое питание одной будет давать мне все по аюрведе прану мне хотелось живой энергии плюс к этому дополнилась определенная информация из трансерфинга реальность у него у вадима зеланда отличная статья живое питание где он говорит что для намерений нужна живая энергия то есть прана то есть которая берется именно из в основном плодов которые от солнца от окружающей среды берут поэтому второе в четырнадцатом году это уже желание лучшего здоровья не потому что оно у меня было плохое а лучшего здоровья ну или когда я уже перешел на фруктерианство это было понимание что да я всегда любил фрукты всегда любил сладкое только к сожалению родители и окружающие действительность испортили мой вкус и там тортики пирожные пришлось а в детстве я стоял возле там дерево тютины возле кустарников малины и наслаждался живыми плодами поэтому такие мотивации ну а когда посмотрел фильм про то как влияет животноводство на экологию скотозагово я понял что вот эти четыре основы собственное здоровье этичная сторона карма и экология вот они для меня сегодня является фундаментом чтобы сохранять свое растительное питание помимо живой растительной пищи вы едите я так понял мы предварительно с вами говорили каши да то есть из вареного какие исключения перечислите их чтобы правильно зрители поняли дома я ничего не жарю не варю не запекаю дома у смузи в блендере либо там замачиваю семена чия либо делаю салаты то есть по утрам в основном это смузи либо какие-то сладкие фрукты типа хурмы красных яблок разумеется по сезонности по вечерам это однозначно салаты и вот когда пойдут сезонные в августе арбуз и дыня этот основной мой рацион какие исключения это зависит от съемочной площадки потому что только там увы я не могу собой таскать постоянно много фруктов к сожалению я привык хорошо много питаться и поэтому исключение там и виде каких-то вареных круп или чечевичный суп но это бывает раз в неделю понятно скажите а какое соотношение примерно именно фруктов то есть имеет сюда в классическом понимании большинства людей я имею еду виноград арбузы дыни там и так далее яблоки и тогда и например овощи помидоры огурцы зелень туда же отнесем то есть вот эту не сладкую скажем часть какой у вас примерно соотношение если вы позвольте я все-таки маленькое отступление сделаю про фрукторианство и фруктоедение фруктоедение это принято считать и почему-то именно в россии у появилось это ответвление когда стали кушать и думать что это есть фрукторианство истинное именно сладкие плоды я так не считаю напомню фрукторианство это все-таки сочетание фрукты ягоды зелень и поэтому вот из всего этого разнообразия я беру то что мне интересно у нас в россии только лишь в россии существует вот такое кухонное я бы сказал понятие овощи потому что по-настоящему по ботаническому признаку помидоры и огурцы это ягоды арбузы это ягоды поэтому теперь конкретно отвечу на ваш вопрос наверное из-за их из-за условий выращивание в теплице из-за того что они стали пластиковыми я не ем помидоры огурцы а мне мне они мне не интересны очень редко но опять же на съемочной площадке конечно если есть не не чечевичный суп а живой салат я лучше салат из помидоров и огурцов съем но в итоге сладкие фрукты либо авокадо не сладкая но это на 90 процентов а все остальной пищи такая процентов к понятно то есть чисто сладких фруктов в привычном понимании слова это процентов 10 от общего объема еды наоборот 90 а наоборот неправильно слышал мой вас понял хорошо скажите а вот анализы вы сдаете когда сдавали последний раз особенно интересует кэш b12 гомоцистеин d2 d3 k1 k2 омега-3 пк дгк ну и там железо и ферритин сдавали ли вы я не сдавал и вот почему я считаю что вот как с тридцатых годов пошла диетология в немецкой германии точнее фашистской германии стали рассуждать о том как повысить уровень энергетики работоспособности у рабочих строителей так далее все и поняли что нужно большую калорийность братья в том числе из белка из тех пор диетологи врачи в основном ориентируются на вот эти моменты и то же самое касается анализов понимаете состояние организма конечно интересно изучить то есть в каком в каком состоянии его гормональный фон или наличие витаминов но где в лимфе это может быть одно в крови другое в волосах третье в слюне четвертое и так далее поэтому те которые влезают в структуру в среду организма берут на сегодняшний момент но мы не знаем может быть после тяжелой тренировки это кровь была взята может быть после стресса была взята может быть наоборот про после продолжительного отдыха поэтому эти все анализы они не стабильны они показывают реальное положение организма и плюс все те кто читает эти анализы потому что я смотрел конечно видео с кириллом саровичем и артемом к сожалению до врача не дошел до ролика с врачом они опять же с кем сравнивают с состоянием организма мясоедов и тут очень важный момент в мире еще не было ни одного исследования хорошего качественного двухстороннего веганов сыроедов у которых к тому же хороший стаж которые действительно чисто питаются чисто по вегански чисто сыроедов таких еще не брать поэтому нам не на что ориентироваться поэтому какой смысл тратить деньги считаю я это мое частное конечно же мнение на анализы которые в реальности не показывают что с организмом происходит единственное может быть про гормональный фон мне было бы интересно но и заключительный момент по-настоящему нужно взять вот все эти исследования если уж если брать браться за человека за вегана сыроеда за вегетарианцев не вижу смысла я считаю что нужно от этого как стиля питания такие термина уходить веганство среднее фруктурианство вот сегодня три превалирующие в мире так вот если уж брать то не только анализы крови волос мочи кала лимфы и даже слюны имеет брать а также состояние мышечной жировой ткани вот тогда будет понятно в каком состоянии человек находился до в каком в переходном и спустя три десять лет вот тогда будет это адекватно и актуально ну конечно стоит вот поэтому вам по-хорошему конечно стоило бы тогда но скажем в четырнадцатом году или до того но может быть у вас были тогда сданы какие-то анализы остались а вы сдаете спустя вот эти годы посмотрите какие есть изменения и это же можно в процессе так сказать там месяца через три каждые три месяца или четыре месяца сдавать пересдавать и смотреть тенденции это многом будет говорить многое покажет к тому же есть такие анализы которые от утром или вечером не зависят но например бы 12 и он стабильно покажет так сказать сколько есть на самом деле как его не сдавай до или после еды там и так далее вот поэтому я по крови а что касается анализов других действительно есть например москве например клиника доктора скального можно из всей россии отправить туда образцы это волосы ногти ну если приехать к ним еще и кровь и тогда действительно вот тогда можно сказать искать но практически досконально что соответствует не соответствует тем или иным нормам что в дефиците или по крайней мере в тотальном дефиците когда ну явно что это и при этом еще и если укажут те симптомы которые классические определены что например если не хватает того то то вот такие такое состояние самочувствия но вот это и есть объективные показатели но по крайней мере до волосы по ним можно все о минералах сказать о радиоактивных элементах изотопах если есть если человек там наглотался из воды воздуха еды тска течение жизни тяжелых металлов ради этого важный момент допускаю это очень важный момент а вот ну и соответственно если уж сдавать то можно например предварительно пройти какой-то биорезонансное исследование на в том числе паразитов а потом пересдать это когда сда анализы крови сдавать если все равно издавать то например то что найдут на биорезонансе перепроверить на и файму на ферменты анализ крови игр абсолютно точно укажет есть ли эти паразиты я имеют гельминты да там плоские ленточные круглые черви в данный момент или их нет и вот тогда так сказать это тоже многое скажет но особенно это актуально для тех людей которые конечно имеют какие-то проблемы даже не то что диагнозы а проблемы со здоровьем в плане там быстрой утомляемость усталости низкой работоспособности ухудшается память вдруг зрение или еще что-то с возрастом со временем тогда эти всесторонние исследования все-таки очень важны и они многое покажут а если скорректировать например ввести те дефицитные витамины минерал то у человека резко улучшается самочувствие что и доказывает что на правильном пути человек это можно сделать разными путями изменив питание добавив кое-какие продукты питания или но в наше время по-другому очень сложно обойтись это био добавки концентрата то есть те природные вот некоторые водоросли фокус спирулина хлорелла те которые в своем малом объеме содержит огромное скажем по составу элементов микроэлементов первую очередь витаминов большой комплекс ну вот та же спирулина почти вся группа b многие минералы а фокус вообще все минералы какие только есть морской воде а значит и в плазме крови человека как известно морская вода и плазма крови практически идентичны по составу проблема в том как извлечь из водорослей которые имеют очень сложную оболочку из целлюлозы практически а который не переваривает с ферментной системы организма человека поэтому предостерегу зрителям сонные водоросли вы можете только для вкуса потреблять а вот для пользы извлечь чтобы из этой водоросли минералы не получится и над этой проблемой лет 40 ученые всего мира бились ну узкой группы кто этим занимался в частности все началось исследование еще после войны даже в военные годы когда блокады ленинграда и тогда и фокусы ламинарию из белого моря перевозили и это была огромная витаминная минеральная добавка об этом я вообще видео отдельно и сделаю если я не ошибаюсь правильно скажу имя отчество не вспомню неважно была такая женщина она кстати прожила сильно больше 100 лет а в архангельске очень мало в среднем живут люди именно это потому что овощей фруктов зелени не хватает то есть я проводил эти статистику исследования смотрел и очень малая продолжительность жизни вот тот север что называется так вот а вот она прожила больше 100 лет уникальная женщина я про нее вообще с одним человеком кто был ее учеником в последние годы ее жизни сделаю обязательно интереснейшие интервью потому что она ввела скажем в культуру но она скажем например просто один факт скажу что она нашла а в северных своих экспедициях которые она еще до эволюции начинала например единственную сохранившуюся с автографом протопопа вакуума и того же его главного борца с ним и с скажем ортодоксальным христианством это никона патриарха тоже единственный автограф то есть и старинные уникальные старообрядческие книги и многое-многое другое и в частности она спасла очень многие жители ленинграда в голодные блокадные годы и она занималась фукусом очень серьезно она его ела сама и долго и вот это но там других нет факторов но вдвое больше чем средняя продолжительность жизни она прожила даже больше чем такое это как говорится практика критеристом тем больше научно это обоснованно и понятно а у нее была возможность так сказать получать ее в разном виде фукус но пытались и так его и вот тогда начались исследования дальше спустя долгие годы один только человек это мой коллег доктор наук сова профессор он смог изобрести метод там сложной вакуумной co2 экстракции ну и еще кое-какие там технологии неважно не буду вдаваться бы сохранить вы и вытащить из клетчатки вытащить из клетки эти минералы оставить их хилатной водорастворимой органической форме то есть низкотемпературные технологии когда человек может использовать уже не на два процента полтора два процента как если он будет сухого виде в свежем виде есть ее там внутри процент а на 98 плюс-минус процентов и вот тогда начались те изменения у людей порой феноменальные порой быстрые когда человек но просто что называется видел уже изменения через неделю-две и даже некоторые врачи сыроеды у меня есть видео про артема хачатриана который мне лично давал интервью рассказывал что от вот этого нашего фокуса от полутора банок что у него случилось то есть у него и узлы щитовидки не проходили молодой человек водородную воду пьет там ну голодали садим тоже знаком да и вот вот он буквально через полта но он не мог вылечить узлы многочисленные щитовидной железы никак ничем и вот те факты почему ему хватило так вот такой малости а потому что у него вот на этой чаше весов здоровья и болезни не хватало самой буквально малости вот он добавив фокус он получил то соотношение уникальный минерате дефицитный минерал хилатной органической форме которую просто невозможно из современной пищи достать многие из них и он смог буквально у него прошли и он свидетельствует об этом то есть он сдавал и соответственно делал узи мрт это факт ну и полно таких других свидетельств я просто сразу для наших зрителей будет куча вопросов скажу что естественно на этот фокус ссылки вам дам в описании под этим видео будут вот и я начал собственно это к чему с чего с того что во первых все таки стоит сдавать анализы людям хотя бы изредка это действительно не пустое безусловно надо учитывать состояние организма если есть малейшие какие-то нарушения которые вам не нравятся то есть уже это не нормально не как вчера скажем было ухудшение в чем-то обязательно стоит пройти исследование чтобы понять чем причин даже пока на ранних этапах мало ли что это можно исправить потому что даже в наши дни сыроеды фрукторианцы не означает что человек здоров абсолютно потому что столько факторов на нас действует в наши дни негативных антропогенных факторов которые не было у наших предков и право та же понимаете огонянка которая она говорила но в наши дни люди слабы они не могут так длительное голодание нормально в своей массе основной переносить 20-30 дней чисто на воде как это смогли делать предки наш когда норму но кирполь брек все вот это рассказывали там сто лет назад это было гораздо проще сейчас нет конечно сейчас добавились факторы электромагнитное излучение в че и свч так сказать какая экология в плане там воздуха и особенно кто люди в городах жду но это понятно а все это куда идет наш организм через легкие воду еду ну так и как это выводить и как перегруженные выделительные системы об этом некоторые элементы просто не выводятся они накапливаются всю жизнь в организме и естественно так сказать вот тут то возникают правда поэтому я всегда говорю дорогие друзья я советую вам проходить обязательно хотя бы вот два раза в год месячной программу антипаразитарную это раз тем более она еще гепатопротектор на 1 пользы второй месяц программу по выведению тяжелых металлов ради нуклидов из организма есть такой метод есть природе гриб дождевик он на это способен его экстракты особенно так сказать вот и есть препарат на основе гриба дождевик и программа которые выводят тяжелые металлы ради нуклид из организма месячный курс но у кого тяжелые случаи действительно вот например по волосам определили по кругу бывают анализы и более расширенные если так сказать вот люди подвергшиеся так сказать например чернобыльской в зоне влияния катастрофы когда произошла и после там конечно проводили и более всесторонние исследования так вот к сожалению медицину наука официально не применяла эти методы а наука что называется народная традиционная как раз медицина применяла и потом анализы сдачи до и после доказывает то что действительно есть методики выводят тяжелыми недавнее научное открытие одного предприятия новосибирский академгородок лаборатории там есть видео с доктором моей коллегой которая рассказывала про уникальный гель сорбент который в две функции выполняет выводят тоже отчасти тяжелый металл ради нуклида а еще это питание для кишечных бактерий идеальная который так сказать улучшает работу кишечника со всеми вытекающими последствиями положительными поэтому простые примеры а поскольку это еще я сразу скажу что это живой продукт и это не термически обработаны но поскольку его даже нельзя не замораживать не подвергать высоким температурам при хранении это не противоречит питанию сыроедному и фрукторианскому так что тут как раз вот нужно ну то что полезное есть и в науке и в жизни применять если это не противоречит убеждением то есть этическим и соответственно допустим иным иного рода не против но вот что я хотел дополнить вот а значит что хочу спросить вот роман у вас сейчас спустя вот эти годы тоже как не было так и нет проблем со здоровьем как я понимаю насколько у вас изменилась допустим вот выносливость сила ну и вот про это расскажите мы оба прям почувствовали что пора об этом сказать действительно серьезные изменения они произошли при переходе на сыроедение и тем более вовсю так сказать во всю красу раскрылась польза растительного питания когда перешел на фрукторианство в общем в период можно сказать четырнадцатого точнее даже с пятнадцатого года я увидел как очень здорово повысилась выносливость во время тренировок совершенно другие ощущения до этих лет до четырнадцатого пятнадцатого года у меня даже когда переходил на вегетарианство у меня очень низкая энергетика была и это тоже изменилась низкая энергетика настолько было что утром просыпался и как будто и не выспался то есть еще бы поспать 12 часов настолько все печально было и по-прежнему часто я в те годы простужался что на мясоедении что на вегетарианстве то простуда то живот скрутило и в итоге вот постоянный набор мышечной массы постоянное увеличение белка они цеплялись друг за друга и можно сказать что после шестнадцатого начиная шестнадцатого года действительно серьезно серьезно я увидел кардинальные перемены я забыл про простуды соответственно с ними я забыл про лекарства врачей и прочее у меня постоянно высокая энергетика сознание расширилась то есть я вижу многие вещи как широко так и глубже сознание более четкая более ясная мне кажется и помолодел я с тех пор поэтому это основные моменты ну и по-моему я уже сказал на тренировке однозначно я увидел что выносливость очень круто повысилась другое дело что не могу сказать про силу вот тут у меня нет стабильности в тренировках поэтому нет четкого критерия а действительно ли из-за растительного питания упали силовые или или все-таки это за перерывах в тренировках вот поэтому это основное кстати про бады могу так сказать я думаю что однозначно их имеет смысл принимать тем у кого какие то есть сложности со здоровьем но для этого нужно очиститься у меня лишь лично очистки какие были антипаразитарные я регулярно действительно как минимум два раза в год пью антипаразитарные сборы трав для меня смузи самый лучший бак лично мое такое мнение и вы очень хорошо рассказываете когда пересказываете способ производства бадов потому что тут четыре этапа как мимо нужно понимать где выращивалась хорошо если это растительное сырье они понты морала например и не копыта чьи-то или крылья летучей мыши растительное сырье должно нам давать эти нужные элементы затем когда и как она собиралась как обрабатывалась и как экстрадировалась нужное вещество из него а потом в какой форме в итоге нам его продают желе порошок и так далее ну и дальше уже наверно как человек будет его принимать вот роман вот для этого я как раз и у меня есть мой сайт значит и моим и совместном и производством моих партнеров я посвятил долгие годы жизни и как раз у меня на сайте нашем nadgar.ru продаются те продукты и бады и компоненты которые абсолютно веганские натуральные экологичные био и так далее например вот очень необходимый для многих людей например компонент такой как витамин d3 или витамин k2 жизненно необходимый который не дает вымываться и так примитивным языком говорит кальцию из костей одно дело еще его поставить туда но с помощью витамина d3 зафиксировать а потом еще чтобы он не вымывался оттуда k2 для этого нужен вот эти дефицитные для многих людей витамины можно добыть из лишайников d3 например из лишайника ну а это соответственно как раз не противоречит ни этическим не прочим принципам и это заметьте не синтетический витамин как то что фарм промышленность выдает совершенно иное это а это просто экстракция то есть это натуральный природный компонент так что в этом плане я как раз перфекционист более того у нас витамин c первый в мире одна фирма только в мире смогла добиться изготовления это единственный первый в мире концентрат органически из растений витамина c в жидком концентрированном виде уникальная вещь ну и так далее и так далее вот кстати я нашел и хочу сказать для зрителей наш но для вас если будет интересно ксения петровна гемп она родилась в архангельске всю жизнь там прожила родилась она в декабре 1894 года умерла она в 1998 году когда средняя продолжительность там 40 ну в разные годы она менялась но в среднем от 40 до 50 лет в архангельске а вот то есть это сказать одно из самых низких по россии показатель так вот я буквально пару слов скажешь она вот научная деятельность гемп в области биология она историк профессиональный она это но вот то что я рассказывал собирать древних текстов записи книг и так далее а еще альголог так вот я научная в биологии сферы интересов и знаний по морским водорослям как раз а называется так альгология в науке она владела этими знаниями самостоятельно и десятки лет этому посвятил при в двадцать седьмом году и поручили исследовать запасы промысловых как раз вода водоросли белого моря с тридцатого года она ученый секретарь института промышленных изысканий который преобразован был в тридцать седьмом году в архангельскую водорослевую научно-исследовательскую лабораторию в тридцать седьмом году она кстати познакомилась лично знала на соловках вот павла флоренского павла флоренского лично знала флоренский да они вместе тогда в лаборатории организм там было организовано вот этот водорослевый участок и они разработали спы скажем способ добычи то есть флоренский и она то есть они вдвоем об этом мало кто знает про него еще это про нее нет как йод натуральный йод из водорослей добывать да но сначала войны когда под угрозой оказалось прекращение работы собственно по водорослей и лаборатории и прочее она с учеными архангельского медицинского института с профессором татаровым там и другими учеными значит в общем к сорок третьему году наладила направление поставок блокадный ленинград буквально за три месяца внедрили эту разработку витаминных пищевых продуктов на основе как раз огромных запасов белого моря в водорослей ламинарии фукусы и прочих там ну и конечно она даскать имела и до до 74 года иные интересные разработки научные в общем человек который во многих областях добился но поразительных результат они они никто не знает а ведь между тем и в нашей теме здоровье долголетия и опыт не недооценим и он колоссален и я вот почему и хочу все таки вот многие годы уже пытаюсь все руки не доходят но вот видимо себя и сейчас как раз пусть будет таким побудительным для меня мать моментом я все-таки найду время соберусь вот с человеком кто ее хорошо знал и сделаем какое-то интересное видео но в частности вот пожалуйста одно из доказательств одно из а их очень много разумности потребления особенно кто проживает на северных территориях кто ест по тем или иным причинам мало овощей зелени фруктов конечно потребление водорослей это спасает положение однозначно но она и своей жизни это доказала вот так что так ну что ж нам скажите а вот все же как вы видите свое будущее перспективу если какие-то вы может быть намерение скорректировать питание к чему вы стремитесь в этом смысле вот об этом немножко хороший вопрос который никогда не за никто не задает потому что я как в одиннадцатом году не ставил себе целью перейти на вегетарианство так и когда пришел к фрукторианство тоже не не ставил себе задачу куда-то дальше двигаться но я четко вижу что каждые полгода у меня меняется отношение к пище продуктам питания к тому что я ем и что меня окружает поэтому дальше цель по ему только одна может быть это про наедение а нож и бреторианство но для меня пока не стоит такой задачи я нахожусь в социуме и к сожалению где-то умонастроение людей меня обуславливают поэтому от этого абстрагироваться целиком полностью я не могу упорядочить однозначно я хочу и хочу за счет ну как это не странно за счет экзотических плодов будет это здесь москве или при я приеду на бали я пока еще не знаю но однозначно за счет большего количества свежих плодов некоторые в пятерочке или перекрестке а именно на рынке купленные только сегодня сорваны вот вот этого хочется очень хочется живых продуктов понятно я вам дам ну просто чисто по человеческим подсказку или совет скажем так по-другому потому как вы об этом сказали я промолчать не могу видимо вы мои лекции но не смотрите по крайней мере практически потому что практически никакие потому что я во многих лет ошибаетесь очень много чего про эти годы ну хорошо просто я пояснял много раз есть когда люди говорят о паразитах они почему-то всегда имеют ввиду паразитов кишечники не думают что есть паразиты в других тканях да а есть такой нюанс травы вот тот самый по методу семеновый тройчатка и прочие аналоги любые никогда не избавит человек от всех паразитов а только от тех которые в данный момент приема этих трав находятся в кишечнике да но если они находятся передвигаются личинки по лимфе в тканях находятся например где-нибудь на глазном дне как таксакара да или про прочие прочие в тканях типа альвеококт или там эхинокока и прочее то никогда никакие травы не уберут из организма этих паразитов поэтому это такая полумера разработана же и центра фунготерапии и мною ну комбинация введена такая интересная когда есть и травы в виде тока экстрактов более сильная форма концентрированная и не трех а семи ну это там оптимальный еще печень надо поддержать при этом ну ладно и плюс грибные препараты есть такая наука фунготерапии который изучает свойства лечебной высших бездельных грибов так вот есть гриб лисичка содержит в себе вещество хиномоноза которое способно растворять то есть уничтожать да не просто выгонять даже яйца паразитов прерывает цикл развития ну тех которые у нас например имеют возможность способность размножаться так вот и комбинируя это но человек может достичь даже уничтожение выведение из организма очень проблемных паразитов с которыми просто обычно справиться можно только очень сильными препаратами типа апистархоза вот как раз артем в черен его клиника как раз в частности специализируется на выведении этого очень этих проблемных паразитов а напомню западная сибирь и восточный и дальний восток это места от урала и восточные все что сказать у населения огромный процент поражения апистархами поскольку рыба поскольку рыба напрявленная недоваренная недожаренная сырая и так далее это все способствует попаданию в организм как раз апистарха живет апистарх поселяется в печени ест клетки печени и жить способен до 40 лет так что это вот большая проблема да поэтому а я же родом из ростова на дону и там очень долгое время прожил и соответственно рыбу местную из дона очень много лет потреблял поэтому тем более до 40 лет такой червячок живет в теле то вполне допускаю что они все еще точь от меня да кто-то например ест или ел или на дальнем востоке например крабов и всякие там морепродукты ракообразных а это значит есть еще одна очень похожая штука называется клонарх клонархоз заболевания у меня есть лекция о паразитах от четырнадцатого года вот самая большая мощная уже новые никогда делать не буду смысла нет я большой фундаментальный был труд и я там рассказал о всех практически основных видов паразитов характерных для россии для юга севера ну то есть и востока для всем моему она трехчасовая она даже чуть ли не четыре часа и вот там я поясняю все что человеку нужно знать как передаются паразиты как избежать но меры правила гигиены и прочие меры безопасности и как но тогда еще набор этот в то время в четырнадцатом году разработан не был а сейчас есть простая простой способ решения права антипаразитарная программа которая включается все и за месяц мы кроме но каких-то редчайших так сказать проблемных паразитов вывести можно любые более того еще и печень при этом почисти много других побочных позитивных нюансов и вот это мой такой просто совет потому что это этот способ самый простой и рабочий и комплексный очень по большому комплексу паразитов широкому спектру берет конечно он не уберет альвеокок и хинокок или там трехинеллу но это уже такие специфические проблемы о которых мы говорить и не будем что еще я хотел бы спросить но вот если говорим о физических показателях все таки а вот больше всего больше всего можно так подытожить что вы заметили лично по своей жизни по практике это увеличение наверное выносливости правильно однозначно но вот это все замечают я вообще что в этой связи хочу сказать говорил раньше сейчас скажу что вот дорогие друзья обращаюсь к тем кто примерно на том же питание на сыроедении долго и при этом спортом занимается очень интересная тема а в какая исследовательская я попросил бы поскольку правильно серьезных исследований никто не проводил но чтобы их провести нужно же не в свои норы закрываться и молчать и только верить во что-то надо доказать себе и другим вести это внук сказать на другой уровень вывести вернее на научный формат я предлагаю всем исследовать до и после или каждые три-четыре месяца ну хорошо пусть полгода свои анализы сдавать то о чем я говорил в лекции с артемом с кристиной я подробно там это объяснял вы посмотрите и ведите дневник то что кажется то что точно каждые анализы нужно анализировать смотреть изменились ли в какую сторону те или иные показатели сдать именно то что я сказал помимо общего анализа крови и конечно плотность кости вот то что доктор определял греков по моему вот тому самому артем вот вот эти гормоны тестостерон вот это все даст понимание особенно во времени тут ведь надо учитывать занимается ли человек физически лежит на диване что все-таки есть там очень многие факторы но если мы суммируем со временем мы получим серьезнейшую статистику на основе которой мы можем говорить судить уже научно о том как у людей меняется и здоровье и выносливость и памяти сила и другие объективные показатели говорить о том как человек себя не только чувствует но и представляет из себя в плане здоровья объективно вот это очень важно я прошу подключиться к этому исследованию просто ну у кого возможно это есть понятно деньги тоже нужно ну как впрочем на все поэтому все таки это будет польза для всех очень большая присылайте мне эти исследования данные если кто-то кто смотрит сейчас это видео хочет рассказать о себе но если у кого-то есть какие-то серьезные изменения особенно по здоровью что очень важно для большинства людей ну или иные любые может кто-то восстановил себя после серьезных травм но кто-то добился каких-то вот о чем в укор нам всем ставят кто на веганстве строение что мышечная масса у вас будет падать а у кого-то она увеличивается но если есть такие изменения то очень интересно пишите об этом обязательно и давайте с вами тоже проведем видео беседу кстати о мышечной массе за эти годы поскольку и ко мне обращаются как фитнес тренеру с просьбой помочь там составить меню рацион для набора мышечной массы девушки там наоборот к стройности хотят прийти и плюс как веган блогер я наблюдаю за очень большим количеством людей с кем-то знаком в россии в украине за рубежом я наблюдаю за давайте в целом назовем веганами бодибилдерами и хочу сказать что однозначно веганский рацион он больше в большей степени помогает набрать мышечную массу то есть человек если хочет плюс 10-15 килограмм однозначно на веганстве без применения анаболических стероидов это возможно гораздо сложнее на сыроедении еще сложнее на фрукторианстве и вот тут позволю себе как фитнес тренер как человек за который занимается больше 20 лет железом я позволю все-таки себе посомневаться в том что происходит у артема потому что когда у меня сокращался рацион до лишь сладких фруктов как те же яблоки например я однозначно видел падение мышечной массы она становится более сухой более рельефный да то есть организм от жирка избавляется но где брать основу для гормонов тот самый холестерин поэтому я наблюдал у себя некое падение и за восемь месяцев я набрал если ошибаюсь 11 килограмм это была очень хорошая сумма килограммов и это была хорошая внушительная пропорция но по телосложению поэтому однозначно добавление добавление семян во фрукторианстве или протеина из семян это очень хорошая помощь для набора мышечной массы скажу в этом плане тоже я постоянно про это говорю кто-то хочет на питание любом хоть настроение набрать мышечную массу да но на веганстве вы правильно говорить и проще потому что можно включить нужно тогда в рацион чечевицу я бы советовал из бобовых только чечевицу остальные бобовые имеют большое количество лектинов что плохо поскольку это вызывает воспаление в организме а чечевица практически не имеет это первое второе это овес как пророщенный глазерный блендере до молочка перемирать для строитов пожалуйста вот так и вареный овес соответственно это действительно там есть все незаменимые аминокислоты а что касается добавок такие как спирулина хлорелла где на сухой остаток до 78 процентов белка включая все незаменимые аминокислоты это идеальный вариант и протеин и протеины либо конопляны либо 4 в 1 который действительно вот он действительно даст простой быстрый белок а вернее протобелок то есть аминокислоты поскольку я напомню еще раз нашим зрителям и всем людям что белок сам по себе усвоиться не может белок любой попадая в организм животные растительные вообще не имеет значения он должен разбираться до мономеров то есть до аминокислот аминокислоты как и все элементы элементарные элементы в питании из тонкого кишечника всасываясь в кровь разносится ей то есть нашей уникальной жидкой соединительной тканью во все клетки нашего организма где в рибосомах это такие органеллы в каждой клетке происходит процесс биосинтеза белка то есть сборки из аминокислот плюс там понятно ферменты витамины и так далее но основа строительного материала то есть основа этой стены конструкции кирпичные условно это кирпичики аминокислоты поэтому нам нужны в пищу не белки а нужны аминокислоты поскольку аминокислоты есть практически везде вопрос в том какой образ жизни и что вы хотите на этом образе жизни достичь чего хотите одно дело сохранить мышечную массу другое дело увеличить увеличить можно тогда просто правильно надо учесть это на веганстве проще но однако и на своей не можно тогда вот этот сыроидный протеин тогда обязательно холорелла спирулина и безусловно сказать какие проблемы вы наберете любой объем белка лишь бы на оборот не перебрали потому что ведь слишком большое количество белка это вредно и для почек тому же в том числе вот но элементарный расчет покажет сколько вам грамм в день надо посмотреть сколько грамма в той или иной пище белка в той или иной растительной пище кстати вот у меня есть такое интересное видео называется она в зелени белка больше чем в мясе где просто доказываю на цифрах сколько содержит крапива сколько шпинат просто многие люди это же за еду не считают тем более ученые врачи или спортсмены то есть глумятся презирают но эту пищу как пищу а между тем это легко усвояемый белок помимо хлорофила витаминов минералов и так далее так что пищи прекрасны а проблема людей многих на сраидне вообще назов в том что они только считают что они правильно питаются или ведут здоровый образ жизни а на самом деле к начинаешь проверять там много много проблем люди так сказать допускают много ошибок я об этом как раз делал два видео называется но почему в наши дни мы не можем быть или вернее не все люди могут быть на сраидне а второе ошибки назож и как раз там все это разобрал вот будет интересно ну я ссылки в описании как всегда ставлю люди зрители кому будет интересно это могут посмотреть а так что называется практика критерий стены я вам скажу простую вещь были люди есть которые прожили более 50 лет на веганстве сыроедение или вегетарианстве без животной пищи ну и имели мышцы до самой старости довольно таки приличные с учетом даже того что у любого человека на любом питании с 30 лет у кого-то с 25 пораньше но плюс минус начинает уменьшаться естественно путем мышечной массы просто по причине старения естественного организма у кого-то на процент в год она уменьшается у кого-то на пол процента редко у кого меньше но у всех поэтому то что человек в сто лет не может обладать такой мышечной массы да как он же в 30 но это очевидно любому человеку да вот интересная американец итальянского происхождения про него я постоянно говорю просто яркий пример когда я видел 104 года вот так монету 25 самый сильный человек из такого возрасте он аналогов не было вот он нажимает или там а поднимал раньше тоже какие веса и грузы и так далее вот у него мышцы поразительного объема в 100 свои чем-то лет а умер он 104 его машина сбила вот поэтому этот пример уже достаточно для того чтобы сказать тем скептикам или тем более хамом а такие есть что не надо упиваться своей глупостью которую вы считаете за правду это неправда правда вот в этом то есть факты факты правда в том что есть практика критерий стены если мы видим обратные вашему верованию факты видим обратные которые доказывают противоположное значит справа не вы те кто пытается доказать противоположное то есть мы те люди кто излагают всего лишь факты которые надо просто объективно оценивать и не говорить на белое что она черная ну вот собственно да если круг круг суждений вот об этом явлении у человека ограничен лишь его знаниями то это не означает что другого не существует конечно знаете кстати вот про мышечную массу тут очень важно от меня дополнить как фитнес-тренера как человека который давно в этой теме когда в 2011 году и до этого мне брат присылал информацию я наоборот оттопыривался как говорится я не хотел становиться на этот скользкий путь потому что кого я наблюдал из вегетарианцев все худые по нашим фитнес меркам это дрыщи и мне совершенно не хотелось таким становиться тут причина какая не из-за того что малое количество белка в их рационе а скорее из-за отсутствия физической активности хорошо если они йогой занимаются но как известно какая активность такая мощная масса йогам она не нужна бегунам она не нужна поэтому конечно все те у кого много кардио либо много гибкости как у йогов как у тех кто любит растяжкой заниматься у них и не будет большой мышечной массы для этого нужны как минимум турники брусья как максимум хорошо созданный тренажерный зал и про аминокислоты единственное что я могу дополнить того чего я не понимал вот в одиннадцатом году и даже в четырнадцатом вы хорошо разложили этот биохимический анализ действительно нам нужны не большие стены белка животного а отдельные аминокислоты как которые как раз таки в природе находится в первичном состоянии и нам на точнее нашему организму не придется эту двойную работу делать когда человек поглощает либо куриную грудку либо творог он его организм начали расщепляет этот готовый белок до нужных аминокислот а потом из них из остатков пытается что-то новое создать и вот тут очень важно из-за тебя перебью то что это просто необходимо и вот тут как раз еще вопрос огромный вопрос насколько и какой ценой ценой каких потерь этот высокомолекулярный белок все-таки ваш организм тем более в вареном виде в донатурированном жареном вареном неважно сможет разобрать с какими потерями а потери в чем ферменты наши гормоны так сказать и прочее это все белки кстати между прочим вот тут получается замкнутый круг с одной стороны мы хотим получить белок а с другой стороны на его расщепление переваривание усвоение идет столько жизненных сил энергии и других белков что мы на выходе кпд не очень высок вот почему хочется спать после обеда такого папа совершенно после сытого обеда полагается поспать идиотская этот поговорка потому что когда-то в жизнь в обиход людей неправильное питание рацион неестественная пища вошла как естественно и потому стали возникать совершенно естественный при неестественном питании вот такие осложнения в виде того что не энергия тебе дается и ты сразу после еды можешь бежать там прыгать бегать и так далее а наоборот хочется поспать поваляться что на расщепление переваривание этой пищи тратится больше энергии зачастую чем эта пища вам дает вот такой казалось бы парадокс а парадокса здесь нет даже человек когда-то извратил законы природы стал варить и жарить то что он единственный стал из всех живых существ делать природе а ведь тело наши тоже биологическая такой же как у всех живых других существ и подчиняется тем же биологическим биохимическим законам а мы хотим вроде что-то на себя фантазировать для себя что мы из другого некого тесто что состоим по законам не биологической материи существуем по какой то иной нет конечно но поэтому вот как говорится правильно пословице вид что человек копает могилу сел ложкой вилкой и проблема в мире глубине понимание человека этой проблемы поэтому и нужны знания ну твои в моей лекции как раз дают эти знания пояснение некоторые люди есть такие вот этому очень рад когда такие письма приходит когда человек я раньше вот тоже глумился издевался и не хотел в штыки него а потом стал изучать понял и ну там по разным причинам и что вы были правы и я а потом на себе этой испытал совершенно верно вот это самые пары и некоторые извиняются еще даже есть такие письма которые говорят что я вот раньше по дури свои а теперь вот ну совершенно верно потому что мы в плену иллюзии как вот углов свое время книгу написал в плену иллюзии но говоря алкоголя но тут мы неважно какой теме применим эти иллюзии по сути толстой об этом очень хорошую свое время статью написал о предвзятости предубежденности и зацикленности это же великолепная статья которая все и говорит о человеческой психологии когда мы любой ценой как я говорю даже потери здравого смысла глумлением над рассудком человеческим пытаемся оправдать свои порочные привычки зависимости желания ценой глумления над здравом смыслом человеческим это поразительно это поразительно но это так и есть ты честный момент как раз к эпизоду с врачом который такую глупость сморозил что дескать печень вырабатывает белок да откуда же она может как она может вырабатывать это совершенно другие биохимические процессы дискомидитирует его на нет ну надо надо тут честно сказать что действительно в белке плазмы крови печень действительно синтезирует до печень это уникальная биохимическая лаборатория она способна разбирать белки их утилизировать и синтезировать многие белки действительно печень может а вот это правда то есть печень у нас ли крови это же совершенно другое не то что из чего будет строиться лад ноготь мышца на бицепсе левой руки и так далее есть такой способ есть такой вообще вот есть круговорот воды в природе есть круговорот энергии и есть круговорот можно так назвать белка в организме человека когда действительно человек сам его организм способен разбирать был старые отмерзшие клетки до утилизировать и превращать эти белки в новые потому что есть несколько этих циклов которые на это способны главное получить аминокислоты их поставить кровью в ткани и там опять заново идет биосинтез на их оживление скажем и так далее идет определенная энергия прочее но в общем все это есть я в свое время объяснял то есть есть три способа основных получения белка даже 4 непосредственно из пищи неважно какой это синтез белка нашей родной кишечной микрофлоры но аминокислот до синтез это два третий это азотофиксирующие бактерии аналоги клубеньковым только в животном мире там но в организмах людей они другие естественно чем растениях однако они свободный азот из газов фиксируют и синтезируются аминокислоты это четвертый спа третий спа а четвертая круговорот белка в организме так что это есть а только вот я говорю предубежденность заширенность людей ученых и врачей многих не позволяет то есть не потому что они знают и могут доказать что это неправда они не могут доказать что это истинно это просто факты а они просто верят в то что когда-то чему-то учились и боятся от этой веры таскать чтобы эта вера у них пошатнулась вот и все поэтому они и назначают все что у них есть по бумажкам по конспектам по неким алгоритмам тем и интереснее исследование тех людей которые действительно изменили доказать науке можно будет пучным методом сравнение анализов и так далее вот поэтому анализы так важны ну кстати про изменение науки юрий андреевич тут почему-то все забывают о том как меняется наука и что раньше было нормой для врачей приходить и делать кровопускание раньше считалось что покуривание покуривание определенных там травок человеку облегчает ну не просто облегчает тоже способна вылечить ну и так далее я кстати очень часто привел как животных животных самых крупных животных если человек попытается вспомнить это не хищники это однозначно травоядные носорог слоу жирафы это самое крупные берут аминные кислоты из зелени как раз таки почему бы нам не посмотреть в их сторону не обязательно в сторону только ли там сразу скажут у них другой желудок там трехкамерный как у жвачных там три желудка вернее но отдела да и это позволяет как раз действительно микрофлой так вот я на это скажу и давно уже говорил есть различие да согласен я про это уже давно говорил что просто нужны нам не нужно столько белка сколько им у них другая мышечная масса у них он по 200 500 а иногда и более килограмм мышц только у некоторых животных так соответственно им конечно нужно больше к а нам не нужно но эти возможности у нас есть поскольку кишечная микрофлора симбиотическая синтезирует аминокислоты включая все незаменимые так что на этом вопрос надо оставить вот про это уже больше не говорить я лишь скажу что когда вы сказали что да а наука много раз меняла на те или иные вещи мнения развивалась очень оригинально ну например еще до революции в аптеках продавали спокойно кокаин или так сказать сахар когда его только изобрели дал собственно сахарин и и многое другое интересное безусловно так что про науку официальную который всего лишь таскать как наука которая реально такая системная наука сложилась но там не более ста лет ей а науки традиционной медицине которыми сотнями там тысяч или ладно кто верит но пусть тысячами лет лечила людей то это фитофунготерапии ногами а современным языком знаний о природных травы грибах и и так далее этим тысячи лет и так сказать практика если мы говорим опять-таки что показатель истины эта практика в данном случае то практика как раз свидетельствует и в том числе моя многолетняя о том как люди от чего излечивались и вплоть до онкологии от многих тех вот товарищ вот этот врач как его там говорил вот этому артему чтобы когда он там заикнулся с дуру зачем-то ему конечно не надо было делать а раки но бы понятно что ничего сказать не может а врач его сразу за пояс заткнул и посчитал себя победителем а его побежденным и в глазах людей зрителей конечно все также будут воспринимать а я многое другое сказать я бы сказал не только теоретическую нюанс но я привел пример этих людей которые есть медицинские как раз как любит доктор греков исследование свидетельства от того что было и стало которые долгие годы лечились от рака операции сделали прочее потом метастазирование и в частности они вылечились по комплексным методикам это моим от в том числе рака и вот это доказательство причем есть медицинские официальные вот это хорошо бы этому доктору показать сказать ну люди которые не зашорен до конца способны к изменению человек вообще порядочный нормальный даже врач специалисту ученый должен сказать так что если я вижу то что противоречит моим убеждением верованиям знанием но это факт то я должен разобраться и понять в чем я ошибался или так сказать что же не так но вот это будет позиция честного ученого исследователя так должен поступать любой врач ученый а если человек говорит это не может быть уж не может быть никогда и пытаться искать то что подтвердит его так сказать его верование по сути а и а отвергать будет факты эта позиция нечестная она против антинаучная она против человечества вот вот я это советую всем врачам многие я знаю смотрят врачи мои лекции все-таки оставаться вот на этой честной позиции и если что-то противоречит вашим знанием над пересматривать знание или что-то подробнее изучать но поможет всем нам в этом как раз те исследования к чему я последние лекции призываю и объединить какой-то создать но мне по крайней мере пишите потом возможно какой-то форум где люди смогут видеть сами результаты этих исследований и насколько они выявят некую системность в тех людях у тех людей которые одинаково питаются скажем настроение имеет большой стаж при этом физически активно занимаются каким-то либо спортом либо просто физическим трудом на при нагрядках там целый день ну тоже хорошо напомню что раньше не было спортзалов сто лет назад и более раньше а самые сильные люди как раз были тогда тот же иван поддубный который был грузчиком и накачал свои мышцы ну природные связки это понятно сухожилия это все у него от природы от генетика но вот то что он своим колоссальным физическим трудом это развил а тренажеров никаких не было и плюс ко всему я уж не говорю про более ранние времена и про то что писал гелировский в тех же моих скитаниях тех богатырей которые встречал на своем пути очень интересном которых даже в сравнении нет сейчас просто по физическим данным хотят и никогда в жизни штангу не видели вот это все очень интересно и вот я в завершении что скажу совершенно верно и у меня есть такое видео как набрать мышечную массу там два главных фактора не должно быть дефицита тех питательных веществ из которых мышцы растут аминокислоты и прочее а второе физическая работа на те группы мышц которые хотят нарастить то есть не будет работа на конкретно те группы мышц он пловцы о вернее гриб и у них вон какие тут мышцы основное дело почему потому что они занимаются тысячи повторений вот на определенной группы мышц бегун у него там он или прыгун высоту у него определенные группы мышц ног развитые ну а тот человек только чает разные группы мышц у него эти группы мышц будут расти и так два условия все это наличие необходимых аминокислот и это неважно какого питания главное чтобы они были в вашем рационе питания и на строение они будут спокойно запросто и навигация тем более а второе это физическая работать если вы будете получать белок хоть сколько вы съешься на не будете физически работать вы ожиреете просто перейдет жир вот и все знаете кстати по своему опыту но и по своим опыту под своих подопечных я вижу что можно разделить по целям в каких-то физической в какой-то физической активности разделите питание потому что для тех кто хочет набрать мышечную массу однозначно лучше проще веганство для тех кто хочет иметь рельефную фигуру функциональную фигуру сыроедение и однозначно для тех кто хочет высокую выносливость хорошую гибкость ну например йоги например триатлонисты на те кто в марафоне или либо велосипедисты участвует в длительных ну проверках своего тела это либо фрукторианство либо сыроедение кстати в одной из бесед вы с по моему первой передачи с артемом упомянули фотографию показали это был денис михайлов денис михайлов действительно уже долгое время на фрукторианстве по-прежнему находится он живет под нью-йорком и когда-то на эту тему его сподвиг тоже бегун они оба ультрамарафонцы майкл арнштейн майкл мне запомнился еще вот тринадцатом наверно году очень коротким видосом на улице нью-йорка останавливается дорогущие ламборджини желтый выходит из него стройный подтянутый мужчина это был майкл арнштейн подходит к лавке с фруктами ягодами выбирает закупил вложил это все в люк ламборджини уехал они оба ультрамарафонцы что это означает они пробегают 180 тире 240 километров конечно у них на это уходит сутки может быть перерыв между определенными участками бега но это какая фантастическая выносливость они запасаются берут с собой финики например это то что их поддерживает потому что финики быстрые углеводы это легко нести и это быстро усваиваемая пища конечно существуют специализированные гели для ультрамарафонцев для амарафонцев но если мы говорим о живом питании то вот финики наилучший способ поэтому вот такое разделение такие примеры могу привести я из каких-то продуктов ну очень редко в последнее время использую протеины green proteins тыквины мне больше всего нравится и больше никаких бадов все остальное это живая пища смузи зеленые коктейли салаты это вот основа основа моего рациона что касается фиников для наших зрителей скажу у меня недавно вышло видео о финиках действительно уникальных финиках которые выращивают в общем-то номер один это все-таки саудской аравии и и там относятся к этому на уровне религии скажем так можно сказать для них это даскать вот верблюды и финики но национальное достояние поэтому исторически так сложилось и конечно номер один и и там абсолютно экологически чистые особо и халяли все эти дела но очень понятно поэтому вот мы сейчас или свой ассортимент магазина эти уникальные лучшие из них финики советую всем кого это вообще интересная тема посмотреть что вы понимали отличие просто фиников от этих от действительно фиников из которых были как 500 лет назад росли ли тысячи вот точно таких же но только появились технологии которые не только способны их сохранить в плане сушки а который способна сохранить в большей степени питательное считает заморозка это заморозка и прямо сорванные с пальмы уже созревшие не те которые как бананы собирают еще когда не созрели чтобы доехали там переработали а уже полусозревшие совершенно другой уровень качества и состава вот их замораживают там они везутся в морозе и здесь содержит тоже у нас хранятся в морозилках они могут спокойно неделю или больше ехать куда-нибудь на дальний восток это не страшно такой кратковременный потом можно опять заморозить и дальше размораживая есть это вот еще для тех кто ночи привержен здорового питания и разумного и к тому же кто понимает что от того что мы едим зависит качество продолжить нас нашей жизни потому что ведь название продукта это еще не суть суть его состав и ведь состав может быть как в необходимых полезных питательных веществах это тоже зависит на каких почвах выращены вы так и нет ли там химии вредны как при выращивании попала на туда так и при хранении или транспортировки или по всем законам так сказать современным античеловечным необходимая обработка химическая многих тем более сухофруктов в процессе транспортировки и растаможки для того чтобы их вообще могли растаможить по специальным там сертификатом это обязаны делать то вот противостоять этому сложно но можно и такие продукты есть и тот человек кто хочет при равных прочих иметь больше шансов прожить дольше и здоровее быть при этом ну должен изыскивать какие-то возможности и средства чтобы есть экологически чистую пищу от этого зависит очень многое даже не сколь на каком-то питании сколь ешь ли ты только химию или все-таки ешь ты экологически чистые продукты все-таки были люди примеры тоже истории знает которые люди ели на разном питании были но жили намного больше ста лет при том что ели пищу который выращивали и сами и так сказать даже если вы рационе была какая-то жирная пища но эти сверх долгожители там было очень мало если и было эта история показывает четко но что всегда характерно для этих людей будь то в горах кавказа или где-то еще эти люди выращивали вот те самые либо дары природы либо огороды свои или в сады то что они вокруг себя естественно в экологически чистых местах эти центр долгожительства находились всегда раньше и вот то что люди действительно ели то что трудились с утра до вечера выращивали своими руками и в основном это и ели а вот то что если мы люди будут питаться конечно из пятерочек ну и условно назовем это объединим все эти супер маркеты таким названием то это конечно ну долголетие здоровья не видать это к сожалению как ни крути поэтому либо уезжать на природу жить выращивать самим все либо стараться изыскать возможности средства покупать там где вы уверены и в чем вы уверены экологически чистые продукты но выбор он есть всегда просто лень человеческое нежелание что-то изменить вот она да ну за редчайшими исключением человек инвалид там или действительно там вынужден ухаживать за родителями инвалиды которые должны каждый день куда-то там врач приходить из по специфическим болезням из естественно нельзя огульно говорить есть такие люди ну обстоятельства жизненные таковы а так большинство людей это дешевые отговорки всегда можно изменить либо уехать и жить выращивать самим как многие люди делают в эко поселение хутора там свои хозяйства или объединяться с кем-то в коллективные вот либо покупать уж тогда экологически чистые зарабатывать больше стимул а для чего иначе жить и как прожить так просуществовать и смысл а если вы хотите в жизни многого добиться так здоровом теле здоровый дух чем человек здоровее тем он у него и подъем душевные выше сказать творческих сил больше и прочих для созидательного какого-то иного труда чтобы человек в жизни оставил после себя что-то хорошее и важное для этого силы нужны а значит здоровье физическое ну давайте на этом тогда закончим на сегодня если пару слов каких-то в завершении вы хотите сказать или там обратиться какой-то совет может дать то пожалуйста совет очень простой те кто будет нас смотреть конечно скептически вы имеете право смотрите слушать но зрите в корень как говорила козьма прутков и как я уже говорил имеет смысл для того чтобы правильно грамотно анализировать информацию которая поступает из ваших роликов и вообще отовсюду и в частности про питание тут важно понимать что один фундамент это основа ваше здоровье однозначно растительная пища помогает продлевать здоровье и качественное здоровье второе это все-таки этичность как тут не сказать go vegan потому что жить есть только для того чтобы умирали ради вас существа 73 миллиарда животных гибнут каждый год меня эта цифра в свое время очень поразило и до сих пор не дает можно сказать существовать спокойно поэтому я в своих блогах во всех соц сетях об этом постоянно пишу обращайтесь к эти к этим знаниям фильмов земляне вам в помощь такая информация про здоровье как от врача майкл грегор нил бернард книги прочитайте увидите очень много интересных фактов у майкла грегора есть ежегодные выступления когда он на симпозиумах врачей на конференциях дает анализ тех тех исследований которые были за этот год и он их анализирует он приводит пример что смотрите повышенный холестерин из животной пищи приводит к таким-то болезням и повышение в рационе такого человека просто растительной пищи снижает этот опасный момент вот хотя бы такой момент если доверяете врачам оглядывайтесь на врачей веганов профессор коллин кэмпбелл который написал знаменитую книгу китайское исследование все очень четко за 25 лет исследований разных китайских провинциях он выявил четкую корреляцию животный белок из молочной пищи и мясо однозначно приводит к онкологии диабету и сердечно-сосудистым прочитайте вы будете вооружены даже как я вооружился в свое время и в этом случае вы будете вооружены и где-то даже спокойнее за себя за свое здоровье и своих близких поэтому это и дает гармонию жизнь нужно и желаю конечно будьте счастливы и будьте в гармонии с окружающим миром из собой всем намасте что ж благодарю за беседу ну и дорогие зрители пишите под видео какие-то свои вопросы замечания комментарии все что хотите буду рассматривать и корректировать если что-то будет интересное на мой взгляд обязательно сделаю об этом репортаж или какое-то видео ну что ж все хорошего благодарю до встреч взаимно благодарю юрий андреевич